Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня я хочу спеть вам песню про кино, которая, по мнению Владимира Ильича Ленина, самая важная из искусств, и из которого постепенно выросла еще более важная из искусств – телевизионные сериалы, ставшие любимым развлечением всех народов мира. В этой песне я также вкратце затрону тему отупления масс и уверенного возврата человечества к немому кино, которое, понятно, всем жителям планеты без знания языков и произнесения никому не нужных слов. К немому кино мы движемся уверенно по той причине, что в современном кино, а тем более в сериалах, все больше и больше используются отработанные схемы, сюжеты и зашаблонированные приемы. Поэтому озвучка скоро будет не нужна. Все будет понятно и так. Помните, как в старом советском анекдоте, когда много лет в одной камере в тюрьме сидят зэки? За много лет от ситки они рассказали друг другу уже все и о себе, и о том, что они видели в этой жизни. Но чтобы не было скучно, они все-таки продолжали рассказывать друг другу анекдоты. А так как они и их уже тысячу раз пересказали, то чтобы не произносить лишние слова, они их пронумеровали и рассказывали, просто называя номера. И вот, значит, лежат они на нарах и рассказывают. Один говорит, 164-й. Все посмеялись. Другой, 275-й. Опять сдержанный смех. Третий произносит, 83-й. Снова смеются. И вдруг четвертый говорит, 317-й. А ему другой товарищ, приподнявшись на шконке и озираясь по сторонам, шепотом произносит, поднеся палец к губам. Тссс, это же политический. Напомню молодежи, что тогда по политическим статьям давали намного больше, чем по уголовным. Песню про кино я как обычно спою вам в конце блога А рассказать сегодня хочу о концерте, на котором побывал совсем недавно О концерте Владимира Кузьмина, народного артиста России Старого рокера и одновременно знатного попсовика, кому как больше нравится Можно называть и так, и так, не ошибешься Мероприятие проходило в концертном зале Надежды Кадышевой «Золотое кольцо», что на Тимирязевской улице Зал, рассчитанный на 506 мест, был полон Любят его в народе Хотя молодежь, думаю, даже не знает, кто это такой Так как его музыка, конечно же, является музыкально-историческим наследием Советского Союза И для молодежи не представляет никакого интереса Поэтому публика в зале была возрастная То есть также оттуда, из Советского Союза, и я в том числе Что сподвигло меня пойти на этот концерт? Обычный человеческий интерес Ведь я когда-то жил в Днепропетровске И жил прямо рядом, на соседней с Кузьминым улице На которую они переехали всей семьей Когда его отец, военный офицер, прибыл к очередному месту службы Там же, в Днепропетровске, Владимир закончил музыкальное училище по классу флейты Поэтому мне было интересно посмотреть на бывшего земляка и понять Есть ли еще у него порох в пороховницах Оказалось, что есть Еще зажигает Не так, как раньше Но публика была довольна Несла цветы и подпевала всем его песням Я никогда не знаю, но не до сними Я никогда не знаю, но не до сними Я не прошу слуху вернуть тебе, как ты Я знаю, счастье Приходит важный На риск, на море, вон заслышь Там бродит ветер моих надежд Туда спешит мой самолет Там девушка с ним, она меня любит и ждет Эй, красотка Хорошая торговка Была бы ложка, мы бы перестали Эй, красотка Хорошая торговка Мне не нужна ложка, мне нужна любовь Почему я сказал, что его можно называть и рокером? И попсовиком одновременно Потому что становление Владимира Кузьмина, как музыканта Произошло на закате Советского Союза Когда была сильна советская эстрада Но в то же время уже зарождалась русская рок-музыка Поэтому это четко отразилось и на творчестве Владимира Кузьмина У него есть и по-настоящему рок-н-ролльные песни Типа Эй, красотка или Симона Но есть и эстрадно-попсовые, к примеру, две звезды Которую он спел в дуэте с Аллой Пугачевой Каких песен больше не знаю, не считал Но все его творчество Это такая смесь эстрадно-роковых аранжировок И эстрадно-рокового пения Он часто поет то синкопировано и кратко по роковому То точно вдолю и распевно по эстрадному На сцене все было скромно Минимум аппаратуры, инструментов и артистов Кузьмину подыгрывали барабанщик, бас-гитарист и клавишник Звук, для тех, кто в этом не понимает, был хорош Но, на мой взгляд, звукорежиссер слегка подкачал Потому что, когда частоты не выстроены Когда задраны высокие и завалены средние У людей начинают болеть уши, даже при негромком звуке Именно это происходило с моей супругой Но я все же отмечу приличный звук ударной установки А также слаженную работу ритм-секции Несмотря на все вокальные и ритмические импровизации Кузьмина Ритм они держали железно Клавишник также выжимал из своего Роланда VR-09 все, что мог Даже сымитировал саксофонную партию в Симоне Которая с Рижского взморья Ребята работали неплохо Продемонстрировали публике свое мастерство и в песнях И в традиционном диксиленде баса, барабанов и клавишных Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И хотя было видно и слышно, что Кузьмин простужен, концерт был отработан на твердую четверку Профессионал есть профессионал Как говорят спортсмены, мастерство не пропьешь В любом случае, Владимир Кузьмин очень талантливый музыкант И это не просто мое субъективное мнение Это подтверждается и тем, что ему присвоено звание народного артиста России Но главное тем, что у него есть отличительные особенности Которые присущи любому таланту Ведь у любого таланта есть несколько опознавательных критериев Главный из которых профессиональное мастерство Второй необычность, неординарность, непохожесть на других И то и другое у Кузьмина присутствует Но есть еще один признак таланта Это производительность И здесь Владимир Кузьмин также подтверждает свой талант За годы своей музыкальной карьеры Он сочинил и записал 28 сольных альбомов 5 альбомов в группе Динамик И еще несколько альбомов в группе Карнавал Поэтому у него есть целый ряд любимых народом хитов Последний альбом Владимир Кузьмин записал в 2019 году Под названием «Дурная репутация» Название, конечно, рок-н-ролльное Но по музыке все же ближе к эстрадному Кузьмину Пару песен из этого альбома он исполнил и на концерте Помимо этого Кузьмин делал песни еще и для других исполнителей Да и концертную деятельность он ведет достаточно насыщенную Для 64-летнего музыканта В феврале 9 концертов В марте 7 В апреле 8 В мае 6 И так далее по списку В начале 90-х Кузьмина, как и многих наших артистов Потянула в Америку Они думали, что их там ждет Карнеги Холл, Грэмми, Чарты Билборда и Всемирная Слава Но после стадионных концертов И всенародной любви советского народа Их там ждали рестораны, бары, ночные клубы и американцы Которым было плевать на тех, кто их развлекает на сцене В данный конкретный вечер После трудного рабочего дня Помните у Бетлов After Hard Days Night Тем не менее В отличие от других артистов Владимир Кузьмин пожил и поработал в Америке С большой пользой для себя Да, конечно После стадионных концертов в Союзе Ему пришлось поработать в калифорнийских ночных клубах и барах Но зато его мастерство Как рок-музыканта И в первую очередь как гитариста Очень сильно выросло Там, в Америке, халява не проходит Там уж если тебя взяли играть в клуб То прохлаждаться не дадут Будешь пахать как миленький До последнего посетителя Пока пальцы от гитарных струн не облезут Это тебе не у нас в России Где в 8 часов начали А в 10 повесили гитары на стойке И в ходе процесса еще пару раз перекурили Там, на проклятом западе Волей-неволей, а профессионализируешься Я хорошо помню тот момент Когда Кузьмин вернулся из Америки Он зазвучал по-новому Чувствовалось влияние классического Калифорнийского гитарного хард-рока К тому же он записал там два англоязычных альбома Dirty Sounds 1991 года И Crazy About Rock'n'Roll 1992 года В классическом хард-роковом стиле Так вот, слушая его концерт В котором он пел свои бывшие популярные полуэстрадные песни Я вспомнил об этих двух альбомах И подумал Если бы он сейчас начал играть в таком стиле Только сделав при этом более современный звук Это было бы очень актуально И для молодежи в том числе Ведь сейчас возрождается интерес К классическому калифорнийскому хард-блюз-року Назову несколько групп калифорнийских Rival Sons, Грета Ван Флит, Эндрю Уот Это именно калифорнийские рок-музыканты Которые в настоящее время как раз играют хард-блюз-рок И очень популярны как на Западе, так и у нас в России Я уже не говорю про калифорнийский тул Те вообще на первых позициях в билборд Потрясающая музыка Но менять стилистику всегда опасно Можно легко растерять и своих старых, многочисленных и преданных поклонников И новых не заработать Поэтому Владимир Кузьмин, видать, взвесив все за и против Решил почивать на лаврах И оставаться тем Кузьминым, который так нравился советским людям И об этом красноречиво говорит его последний альбом Где он подражает самому себе, только более раннему Времен сибирских морозов И когда меня ты позовешь Но как и любой из нас Он имеет право быть таким, каким хочет Тем более, что он это заслужил Зачем ему меняться? Поклонников дай бог каждому Залы пусть и небольшие, но полные Поэтому желаю ему успехов Теперь перехожу к своей песне Написана она под впечатлением от просмотра фильма «Вторжение» В котором Федор Сергеевич Бондарчук, режиссер фильма Очень удачно собрал все существующие шаблоны И Голливуда, и Болливуда в одном фильме А также применил чудеса компьютерной графики Очень талантливо получилось Только я не понял, зачем он озвучку там сделал Зачем тратил на это время и деньги Просто написал бы в титрах в начале фильма Дочь, неформалка, отец, генерал ФСБ Петров, супермен Пришельцы хотят уничтожить планету А хорошие парни и девчонки С обеих сторон спасут мир И все Зрителям все было бы ясно и без всяких слов А после этого включил бы магнитофон С записью какого-нибудь топера И все было бы в лучших традициях Лондона и Конотопа Без звука даже, по-моему, лучше было бы Каждый сам бы додумывал диалоги главных и второстепенных героев Какие ему больше нравятся И наслаждался бы компьютерной графикой Надо все-таки кому-то из близких Подсказать Федору Сергеевичу Чтобы учел в следующем фильме Вот мне, к примеру Один мой преданный хейтер С ником Посторонним Нижнее подчеркивание Вилли В комментариях порекомендовал Что по этому поводу Надо новый музыкальный шедевр Замутить А я подумал А почему бы и нет Спасибо вам, Вилли, за идею Теперь вы уже Вроде как и не посторонний Теперь вы уже вроде как Соучастник группы Волощука СД Можно сказать подельник Не отмоетесь теперь перед друзьями-товарищами Поэтому смиритесь И слушайте новую песню группы Волощука СД Навеянную фильмом вторжение И написанную Как вы уже поняли По вашим пожеланиям Которая называется Мы смотрели сериалы Единственное, Вилли Огорчу вас тем Что песня эта Опять, как и все предыдущие Написана мною в полном соответствии С канонами классической рок-музыки О которых у вас в голове Почему-то сложились превратные представления Непонятно кем и для чего сформированные Но вы сильно не переживайте Профессор Волощук это быстро поправит У него богатый опыт На ставление заблудших душ На путь истинный На сегодня Уважаемые любители рок-музыки Все Рассказал вам и про концерт Владимира Кузьмина И про новую песню И про удовлетворенные пожелания трудящихся И про заблудшие души Теперь вам осталось только подписаться на наш канал И направлять новое пожелание Чтобы не упустить возможность Стать соучастником группы Волощука СД До свидания, друзья Мы смотрели сериалы Наслаждаясь каждым кадром И мечтали как герои Быть смелее, благородней и умней Но потом нам стало ясно Что тупее мы ужасно Что там все однообразно Мир лишь черный или белый Нет теней В Голливуде твин пиксы В Болливуде танцор На Мосфильме привносят Наш российский колор Языки не нужны нам Все понятно давно Скоро снова вернемся Мы к нему Мы к кино Мы решили в одночасье Чтобы жить нам стало слаще Посещать кинотеатры И смотреть там настоящее Но и там одно и то же Те же лица, те же рожи И одни, и те же схемы Под копирку все сюжеты Йо-май-йоу! В Голливуде твин пиксы В Болливуде танцор Нам Мосфильме привносят Наш российский колор Языки не нужны нам Все понятно давно Скоро снова вернемся Мы к нему Ну кино В Голливуде твин пиксы В Болливуде танцор На Мосфильме привносят Наш российский колор Языки не нужны нам Все понятно давно Скоро снова вернемся Мы к нему Ну кино Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok